Лето 2021 года очень дождливое и в мэрию областного центра часто поступают вопросы, справится ли водохранилище с объемом поступающей воды. Поэтому сегодня городоначальник встретился с сотрудниками водоканала, чтобы обсудить состояние и возможности водохранилища, а также узнать, имеются ли какие-нибудь слабые стороны. Дожди, которые идут, они коренным образом не меняют уровень воды водохранилища. Мы потребляем город Магадан ежедневно 40 тысяч кубических метров воды на холодное водоснабжение, 20 на горячее водоснабжение забирает магаданская ТЭЦ. Даже если будут такие ливневые дожди, как были вчера-позавчера, в сутки мы получаем 130 тысяч кубических метров. Но сейчас вот уже идет как бы перелив, здесь вода поступает в речку, назад в Каменушку, далее в Магаданку, и ситуация здесь нормальная, стабильная, и никаких вопросов, связанных с надежностью работы гидротехнического сооружения, вот это вот водохранилище водоканала не вызывает. Общий объем водохранилища чуть более 11 миллионов кубических метров. И по словам директора водоканала, предприятие готово к любым осадкам, потому что условия безопасной эксплуатации водохранилища обеспечиваются в полном объеме. Для этого также в начале июля приглашали высококвалифицированного специалиста, профессора архитектурно-строительного университета из Новосибирска. Он обследовал все сооружения на данном объекте, и по результатам исследования можно сказать, что все находится в нормальном и безопасном состоянии. Что касается питьевой воды, то качество и производственный контроль осуществляется в рамках лабораторного исследования в соответствии с утвержденной рабочей программой, которая в свою очередь согласована с Роспотребнадзором по Магаданской области. На сегодняшний день мы действительно имели отклонение в период прохождения паводков, но это ежегодная ситуация, она связана с природными условиями эксплуатации. Прежде всего можно говорить о тех гуминовых кислотах, которые со склонов сопок наших попадают в водохранилище. Ну, хочу отметить, что эти показатели, они влияют только на органолептические показатели, в частности на цветность, на показатели безвредности. Эта вода не является опасной для потребления, но тем не менее в период прохождения паводков такие отклонения имеют место быть. В течение остального времени года качество питьевой воды, оно не вызывает вопросов, оно соответствует всем тем санитарным нормам и гигиеническим нормативам, которые установлены.